С вами редакция Момент Истины, я ее ведущий Федор Трусов. Средства масс-информации весь интернет буквально пестрят картинками, сообщениями, яркими заголовками о той действительно экологической катастрофе, которая произошла в городе Норильск, где тысячи тонн нефтепродуктов оказались в местной реке. Слушать диванных экспертов, ютуб-блогеров, которые не выходят из своих домов, но при этом умудряются комментировать все общественно значимые события, представляется неверным. Давайте послушаем экспертов, которые сейчас находятся на месте. У нас сейчас на связи Андрей Нагибин, лидер общественной, общероссийской экологической организации «Зеленый патруль». Андрей, здравствуйте. Скажите, многие журналисты сейчас называют данную ситуацию, ну буквально трагедией века, что это такой новый Чернобыль. Вот так ли это? Вы сейчас прямо из первых уст расскажите нам, что там. Вы знаете, я бы не сказал, что это настолько трагично. Допустим, на севере Сахалина я видел ситуацию еще и посложнее и пострашнее. То, что происходит здесь, да, действительно, это огромный разлив, это действительно 20 с лишним тысяч тонн, но по оценке спасателей и экспертов, в принципе, до воды, до реки добралось, ну условно, там 10 тысяч тонн. Это немалообъем, причем, конечно, это много. Ну, конечно, все впиталось по дороге и так далее. Поэтому, конечно, это проблема. Но, если честно, я не видел режима чрезвычайной ситуации. Ну, как бы, понимаете, я вот был в первой половине, какого в первой половине? Я в 12 часов дня с группой журналистов вылетел на вертолете именно в то место. Надо отдать должное компании Норникель. Они нам предоставили вертолет, сказали, пожалуйста, ну хотите посмотреть, ну посмотрите. Ну взяли, поехали. То есть, блин, никаких проблем не было вообще. То есть, никто от вас информацию не скрывал? Никто не скрывал информацию. Больше того, ну, вы знаете, когда находишься в Москве, слушаешь больших дядиней, больших людей, и все время кажется, что вот они говорят именно ту правду, которая есть. А когда добираешься до места на вертолете, а там всего лишь 30 человек, из которых 15 спят мертвым сном, потому что у них вахта через 12 часов, а остальные работают 12 часов, потому что, блин, у них... А они нам говорят, слушайте, вы сигарет случайно не привезли? А они говорят, так у нас сигарет нет, пожалуйста, там в следующей группе, если кто-то будет из контролирующих органов приезжать, ну или кто-то еще там какие-то там, пожалуйста, может сигарет привезет. Ну, просто идет обычный рабочий процесс. Да, действительно. А скажите, вот просто сейчас ряд оппозиционных политиков, журналистов таких преподносят просто буквально, что это Чернобыль, вот такой новый Чернобыль, про который мы еще не знаем. Зачем им это, как вы думаете? Не знаю, если не говорить о каких-то политических моментах, кто кого подставит или что-то еще, на самом деле ситуация, да, очень сложная, но нам действительно повезло очень с погодой. Вот прям как бы там какая-то удача, потому что встречный ветер, встречный ветер против течения, он останавливает само пятно движения. Плюс к тому же еще и яркая солнечная погода, а солнечная погода больше 20 градусов в Норильске, значит, дизельное топливо, которое развелось, оно и легкие фракции, оно быстро испаряется. То есть, в принципе, мы там 10-20% условно этого топлива, мы уже, скажем так, потеряем, в хорошем смысле слова, потеряем, именно за счет испарения. А масштабы какие? Все-таки говорят, что пятно все-таки продолжает двигаться к Карлскому морю? Нет, нет, пятно не продолжает двигаться, там выставлены порядка 6 заграждений, бонусных заграждений. Так как все-таки дизельное топливо, ну, понятно, что, значит, дизель, это, значит, легкие фракции, оно идет только поверху. И когда выставляются боны, оно не может подойти там через низ и так далее, оно останавливает. Да, плюс встречный ветер, плюс хорошая погода, это все работает на оптимизацию ситуации. Скажите, пожалуйста, все-таки в чем причина? Потому что кто-то говорит сейчас на форумах, в социальных сетях, что прогнили цистерны, кто-то еще, хоть там чуть не саботаж был. То есть, все-таки в чем причина-то утечки? Вот что там на месте увидели? Как и все эксперты, научные работники и другие яйцеголовые, я не могу вам сказать, что произошло. Потому что кто-то объявил, что сваи там подломились и фундамент там немножко просел и дно отошло от, скажем так, и все вылилось. Но на самом деле, допустим, мы разговаривали с главным инженером именно этой организации, они говорят, да мы на скале стоим, нету верности там и так далее. А разговариваем с учеными из института, они говорят, скалы бывают разные, надо изучить. А емкости гнилые? Халатности нету? Емкости-то были гнилые или нет? Самый такой простой, очевидный вопрос. Ну, если там считаешь, что с 1982 года, в принципе, как бы, они не старше и не моложе остальных таких же емкостей, которые существуют, а их на самом деле по всей России огромное количество. Скажите, сколько времени потребуется, чтобы последствия были устранены полностью для природы? Потому что звучат сейчас в СМИ настолько разные цифры. От 30 лет до 200 лет. При нормальной работе, при нормальной системной работе сейчас, где-то 30 тонн одна смена собирает. 30 тонн одна смена, это получается в сутки 60 тонн. Ну, плюс-минус, давайте 10 тонн. Давайте еще представим себе, что просто дорога вездеходов просто идет, 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 как в метро, знаете, которые забирают емкости и отводят обратно. Либо вертолеты просто прилетают и так далее. Все равно понадобится не 14 дней, а мы посчитали где-то полгода, чтобы убрать все это хозяйство. Поэтому, ну, посчитайте себе, 60 тонн в день. Останется все равно вторичное загрязнение, вот почвы, все вычистят? Невозможно вычистить все. Природа, конечно, нам поможет, и она умеет, скажем так, за собой убираться и там... Убирать наше творение, то, что мы нагадили. Да, что происходит и так далее. Но это большая, огромная работа. Понятно, что это большой ущерб. Понятно, что с этим нужно что-то делать. Сейчас тут слишком много спекулятивных вопросов. Сколько лет потребуется природе, чтобы вот это вот переработать? Это, на самом деле, людей волнует очень. Ну, не могу сказать. Конечно, это ни один, ни два, ни три и, может быть, даже не 10 лет. Другое дело, что мы сейчас... Вот это вот в 20 километрах сплошной тундры. Что-то, если дойдет до озера и до выхода там в море, думаю, что оно попадет там в каких-то там в разы меньше. И, может быть, мы это не увидим на самом деле. Но для самой природы это, конечно, будет большая проблема. Вы там только что оттуда вернулись. Видели там вот животных мертвых, песцы, волки, оленей? Потому что у нас сейчас на отдельных ресурсах прям пишут в комментариях, что там прям чуть ли не прям огромные кладбища животных, рыб и так далее. Видели лично? Да нет, все вранье вообще. Никого не видел, ничего не видели. Мы даже хотели дохвую рыбу хотя бы снять. Я сам приехал. Для кадров хотя бы, да. Для кадров. Конечно, проблема есть. Режим чрезвычайной ситуации есть. У меня на руках есть документы о том, что не 30 мая, как утверждает руководство МЧС, они об этом узнали. А разлив был 29. Нет, на самом деле, безусловно, все были оповещены вовремя и, скорее всего, вот на прямой линии с президентом, ну, либо руководство МЧС просто не успело быть проинформировано и так далее. Ну, здесь все знают, что, и более того, у нас у самих есть на руках документы, что, в принципе, 29-го числа, через 2 часа после разлива местная... Все службы были проинформированы. И такой вопрос, который тоже из-за некоторых общественных деятелей стал активно обсуждаться, это господина Родионова, руководитель Росприроднадзора, активно обсуждается, что она там летала на самолетах Нурники или лично господина Потанина, пила шампанское где-то там и так далее, и так далее. Что это? Вы там были и только что видели. Я вам скажу так, что до сих пор я живу в гостинице, в которой живет, в том числе, и Светлана Геннадьевна. Другое дело, что я не могу его увидеть, потому что все время на совещаниях, либо в разъездах и так далее, вижу только по телевизору, по центральному, если что. Я не понимаю всей этой истерики, потому что я не знаю, на чем она летела. Вот мы, допустим, обратились в Нурники и сказали, пожалуйста, предоставьте нам вертолет, мы хотим полететь и все показать, все рассказать, объяснить людям и так далее. Нам взяли и предоставили вертолет. Это нормально или меня тоже за это нужно наказывать? Абсолютно нормальная, открытая позиция, потому что все вместе делают одно общее дело. Просто я как раз вопрос возникает, что это какая-то внутриполитическая борьба, потому что у нас, когда начинают зачем-то активно вкидывать информацию против какого-то чиновника, сразу возникает резонный вопрос, кому это нужно. Слушайте, салайд, караван идет. Это бесспорно. В социальные сети, посмотрите. Один вопрос, один вопрос. Один вопрос. Светлана Геннадьевна, вы видели с шампанским? Да она не пьет, я знаю. Да вот там ты и делаешь абсурдность. Знаю, как она работает. Я вижу ее в разных регионах. Она вот буквально сразу, вот вообще-то, если что, в это время она должна была быть уже в Орловской области. У меня уже общественники уже сказали, что да, она должна приехать. Но на самом деле она сейчас находится до сих пор здесь, и она никуда не улетела. Понимаете? Спасибо большое, Андрей. Спасибо большое за уделенное время. Мы знаем, что сейчас у вас уже ночь, хотя выглядит как яркий... У нас полярная ночь. Да, полярная ночь, да, мы понимаем. Спасибо вам большое. Очень спасибо. До свидания. Если вы подвергаетесь рейдерскому захвату, если вы столкнулись с беспределом в суде, если вы испытываете незаконное уголовное преследование, если вы встретились с произволом чиновников, если вам есть что рассказать, звоните в редакцию. Сейчас нам будет интересно выслушать другое экспертное мнение. Давайте поговорим с лидером Союза Национальный экологический корпус Виктором Табачковым. Здравствуйте, Виктор Сергеевич. Вы как руководитель крупной, уважаемой экологической организации Национальный экологический корпус, мы только что услышали отчет с места событий от Андрея Нагибина, руководителя «Зеленого патруля». Как вы можете прокомментировать? Добрый вечер, Федор, добрый вечер, студия. Ну, знаете, Андрей, профессионал своего дела, давно и успешно борется с нарушениями в вопросах экологии в нашей стране. И знаете, что радует, что наряду с федеральными структурами за дело взялись и экологические организации. Это говорит о том, что норильская экологическая катастрофа не будет займя, а будет, я думаю, ложной силой для устранения этой беды. Ну, экологи Национального экологического корпуса и «Зеленого патруля» работают на земле, как говорится, в полях, поэтому их информация заслуживает доверия. Тем более, НЭК совместно с «Зеленым патрулем», руководителем, который, кстати, является Андрей Нагибин, ведет большой очень проект под названием «Национальный экологический рейтинг» субъектов Российской Федерации, в рамках которого мы, кстати, не раз обращали внимание на проблему в этом регионе, где сейчас случилось это, Казахстан. К сожалению, некоторые губернаторы забывают о критериях, о качестве окружающей среды, которые уличил президент Российской Федерации в общую оценку глав субъектов федерации. И очень жаль, что по этому критерию президент не наказывает губернаторов за их халатность, которые после общих фраз говорят, доклад закончил. Виктор Сергеевич, а вот сейчас сложилась такая ситуация, когда многие диванные эксперты, ютуб-блогеры буквально рисуют такую картину прямо апокалипсиса «Чернобыль номер два». Вот вы, как эксперт в экологии, с учетом мнения ваших коллег, что скажете? Ну, сзади, я хочу сейчас добавить к первому вопросу, что эта проблема, кстати, которую НЭК постоянно пытается внедрить через все государства экологическую безопасность, экологический терроризм, это проблема, которая должна отношаться на государственном уровне. И я думаю, мы сейчас, наша организация, мы сейчас вышли в Государственную Думу с этим проектом, чтобы все-таки приняли закон об экологическом терроризме. Ну, а, Федор, но болтунов вокруг всяких тем всегда много, да? Ну, это Россия, да? У нас всегда болтунов больше, чем людей реальных. Это люди, ну, что это за люди? Это люди болтуны, непонимающие суть проблемы. Для них главное показать себя. Ну, здесь, знаете, у нас сейчас принят закон, да, Российской Федерации, которая, статья, по-моему, 207.1, да? Да, правильно. Которая говорит, у КРФ, да, которая говорит, публичное распространение заветово ложной информации в обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Вот, ну, вот по этой статье нужно говорить с этими людьми, я разговариваю. Ну, да, потому что даже сейчас вот антагонист нашей программы, господин Караулов, он буквально, опять же-таки, весь интернет забросал своими роликами, называет новым Чернобилем, рассказывает о том, что там сейчас на месте катастрофы, там большое количество мертвых животных, рыб, хотя только что вернувшись оттуда эксперты, в том числе вот Андрей Нагибин, он говорит, что ну совсем не так. То есть, да, есть катастрофа, но то, что описывает в этой YouTube-блогер Караулов, ну, этого нет вообще в природе, нет этого. Караулов никогда не было в сути проблем, понимаете, он всегда в такой горящий пирожок, крепкое словцо, напугать, спустить краски, понимаете, ну, и чтобы, ну, и самое главное, чтобы вы не забывали, что есть такой блогер, бореть за справедливость с Караулов, понимаете, ну, в тираж парень-то вышел, ну, надо же себе, понимаете, получать, хотя бы, может быть, не бабки, хотя бы лайки, понимаете, ну, что-то надо делать, чтобы не забыли совсем о парнях. Ну, а что за высказываем нормительская бедена, это пусть бы на его совести было. Если человек врет, глаза в публике, кто-то же его слушает, кто-то думает, что он правда борец какой-то. Ну, а что за наказание, мы уже с вами говорили, здесь 7 статья 1, да, пусть суд определяет, что ему нужно. Ну, а в борьбе с экологической катастрофой на Ринском регионе Нейк направил в свои предложения соответствующие государственные органы, которые занимаются этой проблемой. Я думаю, наша экологическая организация, Национальный экологический корпус, всегда на стое проблемы, и мы, я думаю, дальше будем информировать наших граждан о том, что реально происходит в этом регионе. Спасибо большое, Виктор Сергеевич. Спасибо большое, что выделили время для интервью. Спасибо вам. Вы знаете, действительно очень важно слушать тех, кто действительно разбирается в проблеме. У нас масса ютуб-блогеров, которые разбираются в политике, в ковиде-19, теперь в экологии. Говорят, все, что только можно придумать, вот что им видится из головы, то они придумывают. Мы выслышали только что Андрея Нагибина, Виктора Табачкова. Катастрофа ли в Норильске? Да, катастрофа. Глобальная, серьезная. Кричать при этом о том, что это второй Чернобыль, что там тысячи тушь животных, что все, 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 мы все померли, Путин виноват в отставку, Родионова пьет шампанское в аэропорту. Глупость полная. Это просто разжигание действительно какой-то панических настроений. И не зря, что во время Великой Отечественной войны подобных паникеров ставили к стенке. Мы не паникеры. Мы считаем, что вот этот саботаж это абсолютное вредительство в отношении родной страны. Мы согласны с мнением Виктора Табачкова, что в отношении тех лиц, которые распространяют фейковую информацию о данной техногенной катастрофе, должно быть подано соответствующее заявление про хозяйственные органы. Мы также мы сообщим вам о результатах рассмотрения заявления Союза Национальный экологический корпус о преступлении, связанном с распространением фейковых, заведомо ложных сведений о данной ситуации, потому что виновные должны понести установленную законом ответственность.